Добрый день, друзья! Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Дорогие мои, у каждого свое хобби. Кто-то выращивает на подоконнике помидорки, кто-то разводит для продажи котиков или собачек, кто-то даже, я знаю, разводит шипящих мадагаскарских тараканов, таких с ладонь величиной, и продает их для участия, для организации тараканных бегов. Но кто-то, как один смолянин, выращивает не что иное, как коноплю, или она же марихуана, или она же каннабис. Когда-то конопля была неотъемлемой частью сельского хозяйства любого. Я помню, на нашем пришкольном участке выращивали коноплю, причем она была примерно в два моих роста. Ну, я тогда, может, метра полтора была, она, значит, раза в два выше. И везде, в любой школе, любая школа, значит, выращивала на своих пришкольных участках, и соревновались даже, у кого лучше конопля вырастет. Даже песня такая была, русская, народная. Лен Конопель называлась. Лен Конопель, Лен Конопель, уродился, 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 уродился. Лен Конопель, Лен Конопель, и так далее. Видимо, те, кто сочинил эту песню, как раз под воздействием были этой конопели. Конопля употреблялась в разных видах. Более, говорят, около тысячи разных ипостасей было у Конопли. Но я всю тысячу перечислять не буду, мне не хватит эфирного времени, а у вас терпение это служит. Я скажу только, что делали великолепные пинковые канаты из Конопли для корабельного дела, делали циновки такие, ну, коврики такие в крестьянских домах в некоторых и до сих пор сохранились. Многие о них вытирают, так сказать, а им хоть бы что. У меня вот я покупал лет 12 назад, 13 хатов в деревне, она и сейчас у меня есть. Там у бабульки, кроме прочих причиндал сельских, было 2 или 3 таких веничка-сметки со стола сметать из Конопли сделанной. Сплетено, перевязано вот так вот и тут распушено. И вот крошки со стола, хлебные крошки сметать. Великолепная штука. Слушайте, а меня не могут случайно за эти 2 или 3 конопляных веника задержать и сказать, что я подготовил, допустим, это для употребления в качестве наркотического средства? Да шучу я, шучу. Не могут, конечно. А вот у этого смолянина, о котором сейчас мой сюжет, смотрите, уже, значит, уже готовы несколько статей Головного кодекса. Здесь и выращивание растения, содержащего, наркосодержащего растения, будем так говорить. Это и готовка к реализации этой марихуанки и так далее. В общем, лет, как бы не 15 он может схлопотать. Вот это да. Вот это использовал квартирешку свою. Ну, видимо, соседи унюхали что-то. И он же, наверное, и подкуривал-то. Чего он, его врач, сам подкуривал, наверное. Веселился, а что жизнь такая? Да, видите, хочется, наверное, кому-то вот таким способом повеселиться. Ну, смотрите сами. В Смоленске полицейские задержали подозреваемого в культивировании конопли, а также покушении на незаконный сбыт марихуаны. Подозреваемый оборудовал комнату в квартире под теплицу, где выращивал запрещенные растения. В ней находились горшки с высаженными кустами, а также пластиковые контейнеры с приготовленным к сбыту веществом растительного происхождения. Кроме запрещенных растений, из помещения были изъяты осветительные приборы, вентиляторы, обогреватели и иное оборудование. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ОМВД России по Смоленской области. Экспертам установлено, что изъятым являются 29 кустов наркосодержащего растения конопля общей массой свыше полутора килограммов, а также наркотическое средство канавис массой свыше 350 граммов. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Расследование уголовных дел продолжается. Ну как, друзья? Понравился сюжет? Оглядитесь внимательно, принюхайтесь. Принюхайтесь, может быть и ваши соседи занимаются тем же. Я помню, значит, где-то в гаражном кооперативе люди заявили, что постоянно ацетоном из одного гаража пахнет. Ну и тогда милиция еще была, проверили, а там студенты, молодые ребята, варят, вываривают героинчик, делают из маковой соломки там или из маковых этих головок, я уже не помню. Но при этом применяется, оказывается, ацетон. Ну вот отсюда и ацетоновый запах. Так что, смотрите, если у кого-то в наличной площадке или в подъезде невыносимо воняет ацетоном, это тоже о чем-то говорит. Итак, друзья, будьте бдительны, иначе можно нарваться в собственном подъезде на человечка неадекватного поведения, а это чревато. С вами был Евгений Гордеев из славного города Герой Смоленска. И не забываем о нашем приюте Котовасе 67, питомцы которого мохнатые и лысые, как я, и разные пестрые, и одного цвета, мышиные, и трехцветки, и разных пород, и разных возрастов ждут. Ждут, и слава Богу, хоть и редко уже стало почему-то, но дожидаются вашей помощи. Я на днях, конечно, приведу фамилии, к сожалению, не знаю, приведу имена тех, кто активно участвует в жизни нашего приюта. Всего нам всем доброго, здоровья нам и мира нам на Украине. Пока.